Наша страна производит достаточно, чтобы накормить нас всех. Мы даже можем производить больше, чем нужно. К сожалению, из-за неправильной организации нам приходится прибегать к продовольственной помощи из-за рубежа. Такая помощь контрпродуктивна. Она заставляет нас думать, что мы не способны сами себя обеспечить. Верхняя Вольта, 1983 год. Томас Анкара приходит к власти в результате переворота, осуществленного одним из самых бедных народов нашей планеты. За военной формой стоит марксистская идеология. На африканском континенте появился молодой и энергичный лидер, готовый воплощать свои идеи в служении соотечественникам. Томас Анкара дает своей стране новое имя – Буркина-Фасо, что означает «Страна честных людей». Меня спрашивают, в чем заключается империализм. Просто посмотрите в свою тарелку. Там у вас импорт на кукуруза, рис или пшено. Это и есть империализм. Покончим с этим. Постепенно Санкара выводит страну из бедственного положения, добивается продовольственного самообеспечения. Однако возникает конфликт между ним и французами, которые стремятся сохранять контроль над своими бывшими колониями. Прежде всего, они хотят во что бы то ни стало пресечь распространение идей Санкары по всему региону. Франция не считается с Африкой. Пришло время это прекратить. Кто из присутствующих не хочет, чтобы наш долг был аннулирован? Если среди нас такие есть, можете первым рейсом лететь выплачивать его всемирному банку. Нет, это наше общее желание. Томас Санкара со всех сторон окружен теми, кому выгодна отсталость Африки. Его ближайший соратник Блеском Пауре вступит в заговор с империалистами и предаст его. Убитый за свои идеи Томас Санкара станет африканским чегеварой, кумиром современной африканской молодежи. За нашу патриотическую борьбу, за наше светлое будущее, родина или смерть, мы победим. В начале 80-х годов Верхняя Вольта представляла собой часть бывшей французской колонии в Западной Африке. Это нищая страна, не имеющая выхода к морю и граничащая с пустыней на севере. Уровень жизни местного населения чудовищно низкий. В соседнем, богатом ресурсами и усердно эксплуатируемом французами государстве на берегу Слоновой Кости, ныне Кот-де-Ивуар, ее рассматривали в качестве поставщика дешевой рабочей силы. В результате пребывания у власти некомпетентных и продажных лидеров Верхняя Вольта не показывала никакой продолжительной динамики в своем развитии с тех пор, как получила независимость в 1960 году. В отличие от большинства африканских лидеров, которые эксплуатируют ресурсы своих стран ради личной выгоды, Санкарав стал у руля невиданных на континенте реформ. Он начал с искоренения социальной несправедливости во властных структурах. Он сократил размер заработной платы министров и чиновников и начал с себя. Дорогостоящие Мерседесы госслужащих были заменены на дешевые автомобили. У правительственных должностных лиц не осталось никаких привилегий. Всем министрам было предписано в поездках пользоваться эконом-классом. Жану Бербази, журналист-писатель. Тома говорил, каким бы классом вы не летели, первым или экономом, когда самолет приземляется, вы приземляетесь все вместе. Когда он взлетает, вы взлетаете все вместе. Так что нет нужды тратить деньги налогоплательщиков на шампанское в первом классе. Реформы Санкары преобразили страну. Задавшись целью создать справедливое государство, он начал выполнение радикального плана по подавлению студенческих кружков и оппозиционных партий. Он упраздняет колониальный налог, рушит основы феодальной системы, отменяет соврог с крестьянства. В духе коммунизма Санкара просвещает население посредством политических лозунгов и предоставляет людям возможность участвовать в построении нового государства. Чтобы обеспечить преемственность революционных идей, начинается подготовка молодежи в пионерском движении. Пионерское движение являлось фундаментом революционной системы. Оно состояло из ребят младше 12 лет. Жона Савадогу, автор книги «Пионер революции». Их идеологическую и политическую подготовку нужно было начинать как можно раньше. В таком случае, став взрослыми, они отрицали такие негативные порывы, как алчность, эгоизм, эгоцентризм. Эти дети были самыми маленькими винтиками революции. Революция – это победа, поражение, удел реакции и контрреволюцию. Товарищи империализм – долой! Неоколониализм – долой! Реакционное студенчество – долой! Недисциплинированные ленивые студенты – долой! Некомпетентные учителя – долой! Контрреволюционеры – долой! Гадюки, которые просачиваются в наши школы – долой! Надменные индюки – долой! Изворотливые мошенники – долой! Анархосиндикализм – долой! Трусливая буржуазия – долой! Спасибо, товарищи! Жан Зиглер, член Совета ООН по правам человека. Мне всегда казалось, что все эти красные береты в Уугадугу несколько смешны. И однажды я решился сказать ему, здесь слишком много военных – это нехорошо. То есть, это не тот путь, каким должно идти прогрессивное общество, которое несет в себе такие светлые идеи, как твои. Он рассмеялся и ответил, ну просто мы это любим, понимаете? Это было частью игры. Но он не был тупым солдафоном, который поклоняется насилию, дисциплине и прочим нелепостям. Это было лишь требованием того времени. Когда в ваших руках оружие, которое несет разрушение и смерть, когда вы стоите по стойке смирно и ждете приказа, не зная, в чью пользу сработает это оружие и этот приказ, вы становитесь потенциальным преступником. Сколько солдат в тех или иных странах несут с собой горе и опустошение, не понимая, что они сражаются против мужчин и женщин, которые борются за те же самые идеалы. Если бы они только знали, дети рабочих видят, как их родители устраивают забастовки против реакционного режима, но бессловесно защищают реакционных лидеров в рядах армии. Так что солдат без политической или идеологической подготовки это потенциальный преступник. В 1984-м, после года структурных реформ, на очереди культурная революция, африканцы уже далеко не равнодушны к Санкаре. Он идет дальше и ставит вопрос африканскому обществу о доминировании мужчин над женщинами. Это значит, что мы обязаны дать работу каждой женщине этой страны. Мы обязаны дать каждой женщине возможность заработать на честную и достойную жизнь. Он по-настоящему шокировал всех, став одним из первых глав государств мира, кто стимулировал борьбу за права женщин. В чем проявляется освобождение женщины на примере школы? В этом отношении мы тоже должны избавиться от феодальных практик. Традиционное образование говорит нам, что мальчик всегда стоит выше девочки, особенно в школах. Когда девочки беременеют, их исключают из школ. Разве не так? Они просто исключены. Но никто не хочет выяснять, учится ли партнер, ответственный за беременность, например, в том же классе или нет. А даже если и учится, мальчика не исключают. Таким образом, мальчики могут быть причиной такого количества беременностей, какого захотят. Они могут иметь детей шестого класса, но девочки, если они забеременеют, их исключают. Жарво Видраугу, студент времен революции. Это действительно была политика или, по меньшей мере, попытка проведения политики, которая подняла положение женщин до статуса человеческого существа с целью уничтожения таких практик, как насильственные браки, женское обрезание и того факта, что мужчины были вольны делать семьей все, что угодно. Все это было подвергнуто тщательной оценке и с наиболее ретроградными пережитками начали бороться. Лидия Трауре, учительница начальных классов, благодаря революции женщины стали принимать участие в политической жизни наравне с мужчинами. Многие женщины присоединились к армии, когда им предложили военную подготовку. Они были способны выполнять те же задачи, что и мужчины, обращаться с оружием, маршировать и носить такую же форму. Мари Рожей Белуа, журналист, я думаю, он был первым главой африканского государства, который назначил женщин на другие должности, кроме как министр по делам женщин. Он всегда находил очень компетентных женщин. он знал, где их искать. 8 марта, в женский день, Томас сказал, что все должно быть наоборот. Так как это был женский день, то вместо походов на рынок женщины должны были остаться дома, а мужчины идти за покупками. И они это сделали. Мы смотрели, как они покупают помидоры и приправы и прочие продукты, необходимые для готовки. Это было здорово. Мы все смеялись. И мужчинам это тоже нравилось. Они должны были знать настоящие цены на рынке. Мужья, которые бьют своих жен, долой! Которые издеваются над женщинами, долой! Наша Родина или смерть? Мы победим! Противоположность другим главам государств, которые никогда не держат своих обещаний. Санкара принялся за работу, чтобы вывести страну из кризиса, был принят ряд грандиозных программ. Продовольствие, жилье и здравоохранение стали приоритетными задачами. В то время, когда африканцы страдали от всевозможных заболеваний, Санкара запускает большую кампанию по вакцинации от полиомелита, кори и менингита. 2,5 миллиона людей были вакцинированы за одну неделю. Впечатленная такой успешной кампанией Всемирная организация здравоохранения шлет свои поздравления Томасанкаре. В том же духе Томасанкара вводит массовые спортивные занятия, приглашая каждого жителя заниматься спортом раз в неделю. Вместе с Блезомком Пауре, вторым человеком в правительстве, они подают всем пример. Вдвоем они принимают участие в коллективных занятиях спортом с армией, госслужащими и простыми сельскими жителями. В здоровом теле здоровый дух. При поддержке жителей Буркина-Фасо Санкара проводит серию крупномасштабных работ по всей стране. В середине 80-х Африка начинает выходить из страшнейшей засухи за всю ее историю. Санкара первый президент, который начинает кампанию против опустынивания. Он вместе со своими соратниками организует посадку нескольких миллионов деревьев впервые на континенте. Проблемы окружающей среды очень беспокоили Томасанкару, и он предпринял ряд мер по борьбе с опустыниванием. Пьер Ведраугу, глава революционного комитета обороны, как пример, мы можем привести акцию «Одна деревня, одна роща». Смысл был в том, чтобы побудить молодых людей в каждой деревне на посадку рощи, которая бы демонстрировала их волю в борьбе с опустыниванием. Это было сделано, чтобы ускорить восстановление леса везде, где возможно, в целях уменьшения губительного воздействия и вообще говоря, для повышения осведомленности населения в вопросах охраны окружающей среды. В городах, где жители обитали в основном в трущобах, Томас Анкара разворачивает общественную программу по строительству жилья и реконструирует другие районы города. Но не забывали и про деревню. Хотя всегда сложно путешествовать по континенту, где сельское население изолировано, Санкара связывает все регионы страны благодаря широкой программе по строительству автомобильных и железных дорог. Он инициирует так называемую войну за рельсы. Он планирует соединить железнодорожными путями Уугадугу и магниевые рудники в нескольких сотнях километрах на севере. Это гигантский проект и ждать зарубежную финансовую помощь придется очень долго. Для Санкары это возможность привлечь жителей Буркинафаса к строительству. Вопрос о главенстве иностранных компаний строительства страны таким образом отпадает. Жанас Савадогу, автор книги «Пионер революции». В то время денег у нас не было. Что же мы делали? У нас были наши руки. Все население включилось в работу. И вот все от мала до велика начали укладывать рельсы голыми руками. Так нам удалось проложить несколько километров путей. Санкара был убежден, что прежде всего необходимо использовать ресурсы собственной страны. Это позволит избежать зависимости от импортных товаров. Санкара хотел сделать так, чтобы у Бракенафасо было больше независимости. Мари Рожебилуа журналист. Поэтому он убеждал не только соотечественников, но и весь африканский народ покупать и пользоваться товарами, произведенными в Африке. Наша страна производит достаточно, чтобы накормить нас всех. Мы даже можем производить больше, чем нам нужно. К сожалению, из-за недостаточной сплоченности мы все еще вынуждены выпрашивать продовольственную помощь. Такое содействие малоэффективно. оно заставляет нас думать, что мы не более, чем обычные попрошайки, которым нужна помощь. Нам необходимо отказаться от такой практики и начать самим производить как можно больше. Мы должны производить больше, так как тот кто тебя кормит, как правило, и указывает тебе, что делать. Давайте же рассчитывать на то, что у нас есть. Меня часто спрашивают, в чем заключается империализм. Когда будете есть, посмотрите, что лежит у вас на тарелках, и вы увидите привезенное зерно, рис или пшено. Вот это я и называю империализмом. Нет смысла рассуждать дальше. Давайте не будем этого делать. Жан Зиглер, член Совета ООН по правам человека. Средний урожай пшеницы в африканском регионе Сахель составляет 1700 килограммов на гектар. Уже в 1986 году в Буркина-Фасо собиралось свыше 3800 3900 килограммов пшеницы с гектара. Этот успех стал возможен благодаря программам по орошению и удобрению почв, а также проведенной аграрной реформе, заключавшейся в изъятии собственности у традиционных землевладельцев, которые в значительной мере утратили свое могущество и были вынуждены платить налоги. Как и все остальные граждане, голод остался в прошлом и благодаря усилиям Томаса Анкары Буркина-Фасо добилась самодостаточности менее чем за 4 года. Согласитесь, такой результат не может не впечатлять. Я вижу стоящего там товарища. А где же делегат? Подойди сюда. Посмотрите, он носит рекламу фирмы Левайс. Хорошо. И эти синие джинсы? Да, они хорошо пошиты. Это настоящий Левайс. Но это американские джинсы. Посмотрите, тут написано Сан-Франциско. Так что же нам делать? Вот ты там, который задавал вопрос. Посмотрите, на футболке надпись Гарвард. Но что это значит? Неужели вы думаете, что у нас нет ткачей, способных сделать такие же вещи? Для того, чтобы стимулировать развитие местного производства шелка, Санкара заставил всех государственных служащих приходить на работу в национальных костюмах Фасо Данфани, Жарва Ведраугу, студент времен революции, было введено такое правило, чтобы каждый госслужащий пользовался только местными товарами. Люди обязаны были носить одежды, шитые из местного хлопка, выкрашенного местными мастерами, вытканного местными мастерами и сшитого местными мастерами. Это привело к тому, что большая часть людей приходила на работу в западной одежде, а традиционные костюмы приносила с собой в сумке. Томас Санкара славился своими неожиданными визитами в министерство и ведомство, и когда появлялись слухи, что он уже рядом, все мигом переодевались в традиционные костюмы. Эти костюмы впоследствии так и стали называть Санкара рядом. Для большинства африканцев этот молодой и амбициозный президент стал символом надежды. Идеи Томаса Санкары стали известны и за пределами Буркина-Фасо. Так он подружился с Джоном Джерри Роллингсом, президентом-революционером соседней Ганны, который имел сходные взгляды на будущее Африки. Если попытаться назвать главную черту характера Томаса Санкары, то он был очень нетерпеливым. Джон Джерри Роллингс, президент Ганны, с 1981 по 2000 годы. Хотя это и понятно, ведь когда ты живешь в нужде, в голоде, ты не можешь позволить себе быть терпеливым, потому что у людей нет чистой воды, они голодают. Такие условия заставляют быть нетерпеливым. В 1983 году, когда Санкара только что пришел к власти, во французской Мителе прошла конференция с участием президента Франции Франсуами Тарана и других африканских глав государств, большинство из которых прошли через процесс деколонизации в начале 60-х. Некоторые главы государств были обеспокоены слишком активной поддержкой идеи революции Фуркина-Фасо со стороны своих граждан. Например, как Феликсу Фуя-Буаньи, президент Кодда-Ибуара, государство, находящегося под влиянием Франции. Большая часть глав государств была у власти уже многие годы, сохраняя преданность своей бывшей митрополии Франции. Мы считаем, что Франция проводит в Африке очень французскую политику. Что вы имеете в виду? Лишь то, что французская политика в Африке проводится в знаменитом французском духе. В прошлом французы, приходя в какую-то африканскую страну, преследовали две цели. Они либо поддерживали конкретного лидера, какого-нибудь царька, либо свергали другого, неугодного им лидера. С тех пор в политике Франции мало что изменилось. Для Санкары конференция Вителе, возможность поставить под сомнение зависимость африканских государств от Франции, пережитка колониальной эпохи. Жан-Убер Бази, журналист-писатель, конференция Вителе была своего рода сбором министров и подданных вокруг короля. Если позволите мне такое сравнение, она была организована для того, чтобы напомнить всем главам африканских государств, что они должны играть на политической арене по заранее установленным правилам. Существовали знаменитые сети, сеть Факара, другие сети и подсети и так далее. Эти сети позволяли влиять на глав государств. Их можно было либо поставить, либо отстранить. Например, для того, чтобы убрать неугодного правителя, организовывали забастовки. До тех пор, пока 50-60% бюджетов африканских государств обеспечивается бывшей митрополией, говорить о настоящей независимости, как политической, так и экономической, просто бессмысленно. Полагаю, что я знаю всех вас в большей или меньшей степени. Мне известны ваши идеалы, ваши идеологические предпочтения. Я знаю, кто ваши друзья и союзники. Что ж, у всех у вас есть неотъемлемое право на свой собственный взгляд на мир. Но я хочу вам сказать, и это всего лишь мое личное мнение, что ни один конфликт в мире не должен усугублять и без того не самые лучшие отношения между Западом и Востоком. Джон Джерри Роллингс, президент Ганн из 1981 по 2000-е годы, но эта интеграция, эта вулканизация континента создала очень сложную ситуацию для нас. Мы находились между двух огней, между Востоком и Западом. Понимаете? В очень запутанной ситуации, в которой нам было очень сложно даже просто быть африканцами. Это когда ваше выживание зависит от договоренностей с Востоком или Западом и от прочих вещей такого рода, но не от вашего африканства. Джулия Фикатер, журнал La Cruama Gassion. Мой вопрос к капитану Санкаре. Я бы хотела спросить, что вы искали в Москве и позже на Кубе? Потому что путешествия такого рода вызывают вопросы во Франции. так же, как и в вашей соседствующей стране, Код-де-Ивуаре. Я был в Москве и был на Кубе, но и в других странах тоже, потому что мы поддерживаем отличные отношения с этими странами. У нас есть проекты, которые чрезвычайно важны для нашего развития. Мы ищем партнеров. «Если более близкая страна сделает нам предложение, я не вижу причин возражать. Мы сэкономим на поездке в далекую Москву. Никто не делал мне такого предложения, от которого я бы отказался. Я так не думаю. Мне не хватает Конкорда. Некоторые люди имеют больше средств, чем я». Жану Бербази, журналист-писатель. Когда Томас Анкара встречался с другими главами государств, он не думал, что он был богом, и не думал, что другие были богами. Он все вокруг скрашивал, разрежал обстановку. Он согласился быть младшим братом. Это означало, что он может говорить то, что у него на уме, и говорить то, что другие не привыкли слышать. Саммит ОАЭ Организации Африканского Единства. Томас Анкара бросает вызов главам других государств. Он говорит о знаменитом внешнем долге, о резком увеличении процентных ставок, проблеме, касающейся всех стран третьего мира. Он выдвинул обвинения против всех лидеров, унижающих достоинства собственного народа во имя старой системы доминирования севера над югом, а тем временем увеличивают свои личные богатства. Я бы хотел, чтобы на этой конференции было четко озвучено, что мы не можем выплатить долг. Не из чувства протеста, но чтобы избежать уничтожения поодиночке. Если Буркина-Фасо единственная страна, которая откажется выплачивать долг, я не буду участвовать в следующей конференции. С другой стороны, если все поддержат, и мы не говорим, что мы не должны платить по долгам, мы не отказываемся от своих обязательств или от своих слов. Просто мы не хотим иметь те же нормы морали, что и другие. Между бедным и богатым нормы морали не могут быть одинаковыми. Библия или Коран не могут служить тем, кто эксплуатирует и тем, кого эксплуатируют одинаковым образом. У нас должно быть два издания Библии и два издания Корана. Братья, с общей поддержкой мы добьемся мира дома. Мы способны использовать весь потенциал Африки и развивать наши страны, потому что наша земля богата. У нас достаточно рабочей силы и у нас очень большой рынок с севера на юг, с востока на запад. У нас достаточно научных кадров, чтобы создавать или хотя бы пойти и изучать науку и технологию там, где этому можно научиться. мистер президент, давайте выступим единым фронтом против долга. Здесь, в Адис-Абебе. Давайте добьемся того, чтобы эта конференция постановила ограничить гонку вооружений между бедными и слабыми странами. Дубины и ножи, которые мы закупаем, бесполезны. Давайте добьемся того, чтобы африканский рынок принадлежал Африке. Давайте производить в Африке, изготавливать в Африке и потреблять в Африке. Давайте производить то, что нам нужно и потреблять то, что производим, вместо того, чтобы импортировать товары. Буркина-Фасо прибыла сюда, чтобы продемонстрировать хлопок нашего местного производства, сотканный в Буркина-Фасо и сшитый в Буркина-Фасо для того, чтобы одеть наших людей. Я и моя делегация Одеты нашими портными и нашими фермерами. Ни одна ниточка не пришла к нам из Европы или Америки. Я тут не устраиваю, пока смот. Но просто хотел бы сказать, что мы должны следовать по африканскому пути. Это единственный путь жить свободно и достойно. Спасибо, мистер президент. Наша родина или смерть, мы победим. 1986-й, начало третьего года революции. Национальная ситуация ухудшается. Однако бескомпромиссный Санкара хочет бороться до конца с врагами среди собственного народа. Члены бывшего правительства предстали перед судом по обвинению в коррупции и нецелевом использовании фондов. НРТ, Народный революционный трибунал, создан еще в 1983-м. Такая нетерпимость пугает высший класс, даже несмотря на легкие приговоры. Самое худшее то, что виновным приходится оправдывать себя публично по радио и по телевидению. Это значит полный позор. Эдуард Видраугу, журналист. Из-за того, что так называемая неоколониальная система должна была быть уничтожена, довольно много людей, госслужащих, военнослужащих, судей, были лишены своих постов. Мы должны были создать новое государство в соответствии с новой революционной этикой. Жонас Савадогу, автор книги «Пионер революции». При революционном режиме одним из возможных приговоров было отстранение от должности. Это значило, что приходилось работать бесплатно на общее благо. Или вы просто-напросто лишались государственных услуг. Народный революционный трибунал не соблюдал прав личности. Даже право на защиту не было гарантировано, так как адвокат не мог представлять ваши интересы. Во-вторых, и это было еще хуже, было то, что мы называли инверсия обвинения. Это значило, что обвиняемый должен был сам доказывать свою невиновность, а не прокуратура доказывать вину обвиняемого. Во всех уголках страны, в деревнях, школах, люди вершат революционное правосудие по своему усмотрению. Недостаточно упорно трудившихся, из-за подозренных в контрреволюционных действиях осуждали. В России возросло количество предвзятых приговоров. Некоторые за счет судов сводят свои личные счеты. Жанас Савадогу, автор книги «Пенер революции». Мы учредили народные революционные трибуналы в колледжах для тех, кто выступал против идей революции. Многие наши товарищи были осуждены в колледже. Мы осудили директора, французского учителя и многих других учителей. И каждый раз мы были на виду. Нам пришлось вносить коррективы, потому что с таким революционным настроем нельзя быть объективным. Революция зашла в тупик, так как оппозиционные партии и профсоюзы были запрещены. Учителя стали собираться и устраивать забастовки. Загнанный в угол своей же политической моделью, Санкарани пошел на уступки и уволил забастовщиков. Драгос Ведраугу, учитель, одной из первых подавленных забастовок была забастовка учителей. Как результат, около 1200-1400 учителей начальной школы были уволены. В стране, где количество учителей было меньше необходимого, 1400 учителей остались неудел. Я помню, как для их замены мы набрали так называемых революционных учителей. Брали всех, кто хотел преподавать. Они проходили 10-дневный курс и становились революционными учителями. Жонас Савадогу, автор книги «Пионер. Революция». Мы были согласны с тем, что либо ты за революцию, либо против. И если ты за, ты не имеешь права бастовать. У нас были народные собрания, где ты мог высказать свое мнение. Если ты шел на забастовку, ты против революции. Поэтому тебя увольняли. Мы считали это правильным. Молодые выпускники без опыта работы заняли место учителей. Результатом стала катастрофа. И все же, придя к власти, Санкара всегда хотел обучать людей. Родина или смерть? Мы победим. Многие были счастливы получить военную подготовку. Целью было создание комитета защиты революции, КЗР. Это было сделано для того, чтобы направлять энтузиазм и вдохновлять людей на участие в революции. Жарвавидраугу, студент времен революции, как только ты начинал военную подготовку, на тебя возлагались функции защиты. Это означало носить оружие, калашников и форму. Каждому известен успех фильма Рэмбо в 80-х годах в Африке. Многие люди шли в КЗР, чтобы быть похожими на него. Рэмбо-убийца, крутой солдат. Пьер Ведраугу, глава революционного комитета обороны. И многие из таких людей стали руководителями комитета защиты революции. Абсолютно к этому не готовы. Было много случайных людей. Так и происходило, что люди приходили из ниоткуда и получали власть. Иногда что-то лезло им в голову, и они совершали ошибки, за которые они бы себя критиковали, если бы не были частью комитета. Это были ошибки молодости. Я думаю, это было неизбежно. Люди стали уставать от революции. Получая преимущество от ограничения передвижения по причинам безопасности, комитет защиты революции стал переусердствовать. Санкара наблюдает, как революция сходит на нет. Его обвиняют в незнании и как передавать полномочия. В некоторых случаях, должен сказать, когда установили комендантский час, были товарищи, которые за счет него сводили свои счеты. Товарищи, которые служили в КЗР, носили большой пистолет или даже ружье. В общем, когда установили комендантский час с 19.00, они приходили домой к женщине в 18.50 и говорили своим соперникам, «Время уходить». Вот и все. Время уходить. Время уходить. Уходи или попадешь в тюрьму. Вот почему некоторые люди просили оставить комендантский час, чтобы другие мужчины вообще не могли выходить. Поэтому начало комендантского часа не станет позже. Ради равенства и тех, кто не будет преуспевать. И те, кто не будут преуспевать, потерпят неудачу. Господин президент, добро пожаловать в Буркина-Фасо. В конце 1986 года Томас Анкара приглашает Франсуами Таранову угодугу и тем самым значительно увеличивает свой политический вес на международной арене. Томас Анкара все активнее вмешивается в неоколониалистское политическое равновесие, установившееся во франкоговорящих странах Западной Африки. Атмосфера все больше накаляется. Французский президент только что вернулся из Южной Африки, где он был по приглашению Питера Ботты, президента ЮАР, не пожелавшего отменять режима протеида, действовавшей в стране. Да здравствует дружба между Францией и Буркина-Фасо. Нет Питеру Ботте. Убийцы, подобные Питеру Ботте, успели попутешествовать по живописным местам Франции, но своими замаранными в крови своего населения руками и ногами они испачкали и саму Францию. И все те, кто закрывал глаза на зверства этих убийц, понесут ответственность за свои поступки здесь и везде, отныне и вовеки. Я полностью согласен. Он честно выразил свою позицию. Позвольте и мне сделать то же самое. Я убежден, что некоторые его откровенные высказывания это результат его молодости и предельной преданности своему народу. Подобные качества вызывают у меня только лишь безмерное уважение. Но порой он слишком резок и заходит в высказываниях слишком далеко. Такова моя позиция. Надеюсь, что он позволит мне говорить с высоты прожитых лет. Отношения между Буркина-Фасо и Францией не суждено было улучшиться. После выборов по французский парламент 1986 года Миттеран вынужден раздалить власть с правыми партиями. Жак Ширак, только что назначенный на пост премьер-министра, берет в свою команду Жака Факара, получившего при Деголе прозвище «Господин Африка» за свои неоколониалистские воззрения. Французские консерваторы получают возможность наладить взаимодействие с президентами африканских государств, некогда бывших французскими колониями, и перехватить контроль над африканскими политическими делами. Фелик Суфуя Буаньи, президент Ко Де Ивуара, был одним из сторонников активного взаимодействия между Францией и африканскими странами в этом направлении. При помощи сети влияния Факара Суфуя Буаньи видел возможность в избавлении от революционных идей, приходящих из Буркина-Фасо. Блеском Пауре был тем человеком, кто стал активно взаимодействовать с Суфуя Буаньи. Со временем стало очевидно, что он работал на президента Ко Де Ивуара, Мари Рожебелуа, журналист. Уфуя Буаньи не взлюбил Санкару с тех пор, как последний вышел из-под его влияния, став все активнее вмешиваться в происходящее в стране, где у Феликса были свои интересы. Поэтому в своей деятельности он опирался на определенную часть населения Буркина-Фасо, заставляя их действовать в интересах Ко Де Ивуара. Это было еще одной причиной, по которой он хотел контролировать ситуацию в Угадугу. Для этих целей он сделал Блеза своим человеком в Буркина-Фасо. Уфуя Буаньи даже познакомил его со своей женой. Блез был многим ему обязан. 1987 год. Санкарани отвечает запросам некоторой части населения. Они устали после стольких усилий и ограничений и хотят более либерального режима. Блез Кампау Ре, все еще остающийся вторым лицом в стране, становится во главе этого недовольства. Его напрямую поддерживает Феликс Уфуя Буаньи и косвенно французы. Он начинает дискредитировать Томас Анкару, Драгос Ведраугу, учитель. К тому времени режим уже в достаточной степени лишился своей популярности и ослабел. Внутри зрели противоречия. В руководстве были различные группировки. В общем, были те, кто продолжал поддерживать Томас Анкару и были те, кто поддерживал Блеза Кампау Ре, который, по сути дела, стоял во главе армии. Круг друзей Санкары уменьшается. По словам капитана Букарика Барре, одного из его последних и преданных сторонников, Блез Кампау Ре начинает терять терпение. Он хочет захватить власть. Букарика Барре, бывший капитан армии Буркина-Фасо, я лично обратился к Тома, прося его позволить мне навести порядок, что означало арестовать Блеза Кампау Ре, так как он готовил убийство Санкары. Он мне ответил, нет, друга нельзя предавать. Я возразил, но дружбы больше нет. Планирование убийства не может быть оправдано. Он сказал, это неправильно, мне из тех, кто предает, это они могут предать. Я оказался в положении велосипедиста, которому предстоит крутой подъем по дороге, по обеим сторонам которой находится пропасть. В такой ситуации не остается ничего иного, кроме как крутить педали, иначе упадешь в пропасть. Поэтому, чтобы оставаться верным себе, я должен продолжать двигаться в том же направлении. Чувствуете ли вы себя одиноким в Африке? Непонятым? Непонятым и нелюбимым? Да, нелюбимым. Мы разговаривали о Чигеваре. Я сказал, слушай, 8 октября будет 20-летняя годовщина со дня убийства Чигевары. Мы проговорили всю ночь о Чигеваре и о годовщине его смерти. И вдруг я очень хорошо это запомнил. Он посмотрел на меня и сказал, он умер в 39. Жан Зиглер, член Совета ООН по правам человека, доживу ли я до 39, как он? Затем мы продолжили беседу. У него было дурное предчувствие, что он умрет, не дожив до 39 лет. Африка потрясена новым военным переворотом. Томас Анкара, бывший президент Буркина-Фасо, был убит во время нападения на президентский дворец. Томас Анкара не был похож на других президентов. 15 октября 1987 года Томас Анкара был застигнут врасплох на встрече с 12 коллаборационистами, члены личной охраны Блезоком Пауре, ворвались и открыли огонь. Тело Санкары разрезали на куски и ночью в спешке закопали, как собаку. Томас он отлично понимал, что ему придется умереть. И я думаю, он пошел на это самоубийство. И это так или иначе являет нам его величие. И я здесь, чтобы сказать, он был великим человеком. Те, кто боролся с ним, не смогут у него этого отнять. Потому что человек, решивший принять смерть, запомнится, как великий человек. И его величие должно быть оценено по праву. Абдулай Диало, журналист, французский репортер из агентства Франс Пресс, находившийся в то время в Яунде, сказал, что впервые в своей жизни он видел, как люди рыдали на улицах. Сотни людей выходили на улицы и рыдали. Когда их спрашивали, почему они рыдают, они отвечали, что только что узнали о смерти Санкары. Эта утрата ощущалась не только в Буркина-Фасо, а во всей Африке. На следующий день Блеском Пауре объявил себя президентом. Выступая перед иностранной прессой, он пытается реабилитировать себя, говоря о смерти близкого друга. Вы испытываете какое-либо сожаление? Конечно, я потерял друга. И я также сожалею о том, что знал о его намерении избавиться от нас. Мне жаль. Мне очень жаль. Джон Джерри Роллингс, президент Ганны с 1981 по 2000 годы. Я помню то время они были двумя очень хорошими друзьями Томас Анкара и Блес. Блеском Пауре остается невосприимчивым к чувствам людей всего континента. Он вносит так называемые исправления в дело революции, заставляя людей поверить, что он продолжает дело Санкары. На самом деле истина заключалась в том, что он вернул страну к старой политике лояльности. Он получает поздравления от французского правительства и правительства Кот-де-Ивуара. Репутация Санкары втоптана в грязь. Санкара обвиняется в том, что он разбогател, находясь у власти. Его семья подвергается травле. В доме проходят обыски, которые, однако, оканчиваются ничем. Санкара умер так же, как и жил, с пустыми карманами. После себя он оставил своей семье лишь несколько личных вещей из своей студенческой комнаты. Официальные документы исчезли. Все следы его пребывания у власти систематически уничтожались. Можно сказать, что великие люди озаряют свою эпоху еще долго, после того, как они ушли. Я хочу сказать, что только после их смерти, тогда, когда вы их уже потеряли, вы начинаете осознавать их истинную ценность. Он значимая фигура для всего африканского континента. которая продолжает оставаться примером для других за свое мужество, свою честность и свою творческую инициативу, а также за свой отказ от афропессимизма. Санкара явил собой образец нравственности и духовности для всех нас. Он явил собой С течением времени для народа Буркина-Фасо и для Африки в целом смерть Тома-Санкары стала символом трагической потери, утерянной возможностью для их континента вырваться из бездны. На момент выхода этого фильма блеском Пауре продолжает оставаться у власти. Семья Санкары подала жалобу в комиссию по правам человека ООН. в 2006 году было заявлено, что она принята к рассмотрению. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok